Глава Калмыкии встретился с жителями Кичинеровского района в ходе рабочей поездки в поселок Чкаловский. Главный врач Кичинеровской больницы Ачирбан Магаряев рассказал Бату Хасикову, что планируется капитальный ремонт здания Чкаловского офиса врача общей практики. Сегодня на селе трудятся молодые медики, которые получают поддержку, отметил глава Калмыкии. Люди очень довольны. Это действительно поддержка, это действительно вклад в укрепление жизни населения. А для нас это основа. И этого, естественно, мы особенно до молодежи доводим, что не надо стесняться, а этим надо гордиться. Ну и, кстати говоря, в АОК, как правило, у нас работают молодые медики, которым мы тоже организовали дополнительную поддержку. Вы, наверное, знаете, да? Молодые специалисты, которые ехают на село, они получают... Программу. И на временную выплату, и не только. И, кроме этого, осуществили мы все вместе, в том числе и Ачир Владимирович принимал участие. Большой труд просто был сделан. Ну, в первую очередь, Министерство здравоохранения России, Министерство образования. Мы осуществили мечту Басан-Багминщика-Городовикового и создали Министерство в Курте на базе Калмыцкого государственного университета. Продолжая тему здравоохранения, врачи Киченеровской районной больницы попросили главу о содействии в приобретении современного ультразвукового сканера для улучшения оказания качества медицинской помощи. Так как имеющийся на данный момент аппарат периодически выходит из строя. Особенно это необходимо при раке молочной железы, раке простаты, да, мужчин. В рамках вот условий, которые создаются сейчас для нашей республики, это обследование и мужчин, да, необходимый аппарат нам срочно и нужно. И мы получили положительный ответ Бату Сергеевича. Мы очень рады этому. Также был, значит, мы попросили Бату Сергеевича обратить внимание, чтобы мы зашли, значит, на капитальный ремонт нашего основного здания Киченовской районной больницы. Решение проблемы нашли на месте. Новый УЗИ-аппарат по поручению главы Калмыкии приобретут уже в этом году. Также на встречу отметили работу медицинских сотрудников, которые всегда стоят на страже здоровья населения и призывают ежегодно проходить диспансеризацию. Надежда Николаевна, вам есть подбор за ваше дело? Надежда Николаевна за то, что она отметила важность прохождения диспансеризации. Как отметил доктор, у нас новые виды диспансеризации направлены на мужское и женское здоровье. Уважаемые жители, я призываю вас не забывать и проходить вовремя и своевременно диспансеризацию. Это позволит вам более качественно и долго жить. Спасибо. По поводу УЗИ-аппарата Батвия Сергеевича, у нас два источника финансирования. Это фонд НСЗ, так называемый, это территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Насколько я знаю, заявка сформирована от администрации больницы. Этот фонд накопительный, денежные средства, кописы в течение календарного года, как только они накапливаются в необходимом объеме, соответственно, средства направляются на соответствующую закупку. И второй источник финансирования, это новая программа модернизации первичного ЗВН в Украине, в рамках которой мы сейчас формируем. Соответственно, если у нас не получится с террофондом, мы соответствующую заявку предоставим уже в рамках новой программы с 25-го года. Одной из главных проблем, по мнению жителей, остается отсутствие воды и дороги к нескольким населенным пунктам. Сегодня сказал, завтра сделает. Такого, конечно, не бывает. Но проблему нашу понял и для себя отметил. Не тоже для себя, а для многих этих самых, для правительства республики, для этого самого, для РМО. Все это, думаю, не просто так. Я доволен ответом. От лица жителей и от себя лично хочу поблагодарить Бату Сергеевича. Жители поселка собрались, задавали интересующие вопросы, на которые был полноценный ответ. Зампредправительства, министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкия Алексей Соколов объяснил, какие шаги необходимо предпринять, чтобы закрыть проблему. Что касается дорог, которые являются на балансе РМО, эти дороги необходимо включать в программу комплексного развития сельской территории, подавать их в программу Минстроя, заказывать федеральные деньги, если они подходят под нормативные показатели. То есть на уровне РМО делается проект, естественно, мы помогаем это все делать и заносим его в данные программы. То есть в данной дороге механизм федерального финансирования только такой. Либо мы, есть в РМО свой дорожный фонд, он небольшой, но все равно он есть. На ямочный ремонт его наверняка хватает. Там же ямочный ремонт выполнен на эти дороги, правильно? Высокую оценку глава дал фермерам, которые разводят калмыцкую породу скота. Здесь активно внедряются откормочные площадки. Все местные, все живедики, да, вот у Ачира Черкасова такой откормочный построил, то есть это за счет наших грантовых поддержек, да, то есть у него там на откорме тысяча голов коррес сейчас стоит. То есть если условно лет 5-6 назад скажешь, что у какого-то КФХшника, да, там частника тысяча голов коррес на откорме стоит, ну, все бы посмеялись, но никто бы не поверил. Сейчас, то есть это все возможно. И вот в самом поселке Кичинеры, да, молодежь, молодые ребята занимаются, у них там тоже порядка тысячи голов коррес на откорме стоит. Это во многом, конечно, благодаря поручению Бату Сергеевича мы вот начинаем, ну, переходим на интенсификацию мясного скотового струбка. Молодых фермеров волнует вопрос, касающийся наполнения лиманов водой, а также восстановления родников, которые находятся на территории района. К этой проблеме будут подключены соответствующие специалисты и ученые, заверил глава Калмыкии. Мы тогда вот по этому каналу отдельно, я там даю поручение, чтобы разобрались. И видите, там, может, кто-то где-то не доглядел, да, она уходит в сторону. И не доходит. И плюс то, что подключается, ну, с одной стороны, люди же не от хорошей жизни там подключаются, да, но, с другой стороны, какой-то порядок, наверное, надо обеспечивать. Надо по каждому случаю разобраться. Хорошо, мы займемся этим вопросом. В ходе рабочей поездки руководитель республики посетил Центр культуры и досуга, реконструированный в 2021 году Ичкаловскую среднюю школу. Бату Хасиков встретился и побеседовал с педколлективом учебного заведения. Светлана Аджиева, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова